Тандем Кириленко вот уже год реализует творческий проект «Футбол и вечность». Это международная художественная эстафета, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года. 35 живописных полотен, на каждом из которых в той или иной форме изображен футболист, побывали уже в 13 регионах страны. Эти выставки, отмечают авторы, объединяют тысячи болельщиков и любителей футбола. Но помимо картин, художники создают и скульптуры, посвященные Мундиалю. Среди них футбольный бог, сеятель. Впервые их презентовали на прошлогоднем экономическом форуме в Сочи. И вот третье извояние «Футбол и вечность» в виде символа наступившего года по восточному календарю с футбольным мячом в руке. Все наши работы, выполненные проекты, выполняются в гротесном ключе. Это наша визитная карточка. Каждый должен смотреть с иронией на все вещи, которые мы делаем. Позолоченный двухметровый примат весом полтонны не так прост, как может показаться изначально. Хотя авторы и просят смотреть на скульптуру с юмором, она все же наполнена своей мифологией и даже философией, признается Владимир Кириленко. Указательный палец обезьяны – это тоже повод для размышления. Наверное, намекает на что-то далекое и прекрасное. Может быть, это будет прекрасная в этом году на чемпионате Европы игра нашей сборной России по футболу. Мы надеемся, что мы задобрим обезьяну такой скульптурой, и она принесет нам толику удачи, которую не достает нашим футболистам. Кстати, сам мяч не совсем футбольный и в принципе не совсем мяч. Эти очертания говорят о том, что в руках у обезьяны целая планета. Сочетание реального и фантастического всегда помогает заострить внимание зрителя, отмечают художники. Все свои проекты Кириленко реализует как из любви к искусству, так и ради популяризации Сочи. «Художники, создавая любое произведение, наверное, именно мы отталкиваемся от того, что хочется сделать что-то, наверное, редкое, а не то, что на всех календарях, на всех киосках. И вот, насколько нам удалось, судить не нам. Мы считаем реакция положительная, раз люди интересуются, раз произошла какая-то струящаяся веселая история, раз вокруг этого есть дискуссии, значит, есть драматургия, значит, есть о чем говорить». Гротескные работы, объединенные под названием «Футбол и вечность», скоро увидят другой регион России. В Сочи же, не исключают художники, может появиться еще одна работа, посвященная Мундиалю. К слову, сами супруги Кириленко, в прошлом спортсмены, а ныне ярые футбольные болельщики. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.